Третье воскресенье подготовительного периода к Великому посту именуется в православном календаре недели о Страшном суде или неделями сопутствия. Первое название продиктовано темой евангельского чтения за литургией, о будущем Страшном суде живых и мертвых. Второе есть предписанием церковного устава, то есть не употребляется после этого воскресенья мясо. В 2022 году Третья подготовительная неделя к Великому посту о Страшном суде начинается 27 февраля. Славянский термин мясопуст значит прекращение вкушения мяса. Неделя мясопустная – это воскресенье за 56 дней до Пасхи. За ним следует еще одна, последняя перед Великим постом Седмица – сырная или в просторечии Масленица. В народном календаре она включает в себя еще прощенное воскресенье. Строго соблюдающие диетическую сторону поста отказываются на этой неделе от мяса и едят только яйца и молочные продукты. Откуда и название этой недели. В этом последняя ступень подготовительного воздержания. Неделя мясопустная называется также «Неделя о Страшном суде», так как на литургии читается соответствующая Евангелие. И она посвящена воспоминанию о всеобщем последнем и страшном суде. Это делается для того, чтобы грешники в надежде на неизреченное милосердие Божие не предались беспечности и нерадению о своем спасении. Православная Церковь в стихиях и тропарях службы этой недели изображает ужасные следствия беззаконной жизни, когда грешник предстанет перед нелицеприятным судом Божиим. Напоминая о последнем и страшном суде Христовом, Церковь вместе с тем указывает истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог милосерд, но Он вместе с тем и праведный судья. В богослужебных песнопениях Господь Иисус Христос, имеющий прийти судить мир, называется правосудным, а Его суд – праведным и неподкупным испытанием, неусыпанным истязанием, неумытным судом. Так называется Божий суд в стихирах богослужения. Перед праведным судом Божиим все будут равны. Перед воспоминанием страшного суда, Святая Церковь призывает к молитве об усопших, ожидающих суда Божия. Она положила совершить заупокойную службу в субботу, перед неделей о страшном суде. Поэтому Месопустная Неделя всегда предваряется Вселенской Родительской Месопустной Субботой, когда совершается поминовение всех почивших православных христиан. Страшный суд – это завершение человеческой истории в таком виде, в каком мы с вами ее сейчас имеем и имели раньше. И нередко, да и очень часто люди пытались как бы заглянуть сквозь время и представить себе, а когда же настанет этот страшный суд? Многие пытались выдать желаемое за действительное, назначали сроки, времени, говорили, что они знают, когда это будет. Но проходило это время, и эти предсказания не сбывались, потому что не надо заниматься этим непродуктивным умозрением. Ибо Господь прямо сказал завершение притча о десяти девах, кстати, в этой же 25 главе Евангелиста от Матфея, где и притча о страшном суде, о том, что люди должны быть бдительны, и Он говорит, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Единственное, что мы можем с вами сказать, что это завершение истории. Второе пришествие Господне придет не во время духовного расцвета человечества, а, очевидно, во время Его духовного упадка. О страшном суде говорит сам Иисус Христос. Наступит время, в которое все находящиеся в гробах усужат гласы на Божие и изыдут творившее добро в воскрешение жизни, а делающее зло в воскрешение осуждения. Отсюда видно, что перед наступлением последнего суда все умершие по гласу Сына Божия оживут, и добрые люди воскреснут для вечной жизни блаженной, а злые люди – для вечного осуждения. Картина страшного суда разительно изображена также самим Иисусом Христом в следующем. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, когда сядет на престоле славы Своей и соберутся перед Ним все народы. Эти слова Евангелия – о тайне первого и второго пришествия Христова. Первое пришествие Его на землю было в уничижении, так что Его нельзя было отличить от других людей. Господь явился столь смиренно, что никто не заметил Его появление. Второе пришествие будет совершенно иным. Первый раз Господь пришел не судить, но спасти мир. Второй раз Он придет для последнего суда. Страшный суд представляет со многим отвлеченным на далеким, в то время как Господь близ при дверях. Люди не веруют в вечные мучения или веруют, но думают, что все это не так страшно, как говорится в Евангелии. Почему же так? Ведь вся наша земная жизнь есть отдаленная тень истинной и полной жизни в Царстве Божьем, как и все муки на земле, суть лишь отдаленная тень ужасных учений гречников в адском пламени. Как говорил святитель Николай Веремирович, жизнь на земле, сколько бы возвышенно она ни была, все же растворена мукой, ибо здесь нет полноты жизни. Как и мука на земле, сколько бы велика она ни была, все же растворена жизнь. Но на страшном суде отделится жизнь от муки, и жизнь будет жизнью, а мука будет мукой. И та, и другая прибудет вечно, каждая сама по себе. Какова сия вечность? Этого наш человеческий ум месить не может, потому что одну минуту будет услаждаться созерцанием лица Божьих, покажется сие наслаждение тысячелетним. И тому, кто одну минуту будет мучиться с бесами в Ааде, покажется сие мучение тысячелетиям. Суд этот будет столь простым, что кажется, нас не спросят ни о нашей вере, ни о том, как мы молились и постились, или богословствовали, а только о том, были мы или не были людьми по отношению к другим людям. Однако в этой предельной простоте открывается тайна воплощения Божия и Креста, и Воскресения, и Пятидесятницы. И его второе пришествие в славе будет предваряемо явлением на небе Креста, являющего тайну воединой заповеди. Что ж, друзья, пришло время открыть тайну страшного суда. Прежде всего, это тайна общего воскресения, воскресения каждого из мертвых. И это дано нам всем. Никто и ни один человек этого не лишен. Мученики купили царство свою кровью, отцы-пустынники обрели благодать подвигами воздержания. А мы, живя среди мира, можем достигнуть славы Господа самой простой человеческой помощью, накормить голодного, напыть жаждущего, бездомного приютить, утешить больного, посетить заключенного. Это то, что может делать всякий. Это предлагается нам каждый день. И из этого состоит вся наша жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова